Мы находимся на воркаут-площадке с фитнес-тренером Натальей Глебовой. Расскажи, пожалуйста, чем мы сегодня будем заниматься? Сегодня классная погода и летом есть возможность тренироваться на улице. Поэтому сегодня мы сделаем тренировку со своим весом на обычной площадке. Начнем с разминки, чтобы разогреть мышцы и подготовиться к нагрузке. Встаньте ровно, поставьте ноги чуть шире таза, носки немножко разведите в стороны. Руки можно сложить вот так. Приседаем 10 раз. В качестве разминки также можно выполнить боковые выпады. Наклоны к ногам, вращение рук и плеч, наклоны туловища в стороны. Переходим к тренировке. Все упражнения делаем по 15-20 повторений. Начнем мы с выпадов. Выпады будем делать вперед и назад. Мы делаем шаг и он идет немножечко в сторону. Наступаем на всю стопу, опускаемся вниз. Можно коснуться рукой пола. Приставка. И этой же ногой шагаем опять. Следите за тем, чтобы колено не заворачивалось внутрь и пятка не отрывалась от земли. Следующее упражнение мы с вами сделаем подтягивание. Я понимаю, что не все могут подтягиваться. Я тоже могу сделать только один раз на обычном турнике. Я его сделаю. Затем мы можем использовать следующую технику. Мы можем подпрыгнуть и медленно себя опустить. Это тоже будет силовая нагрузка. Далее, если у вас есть резинки подобные, то мы можем использовать их. Цепляем таким образом за турник. Засовываем одну ногу или две. И, пожалуйста, резинка помогает вам подняться. Сделать больше, повторить. Целых два. Если на высоком турнике не получается подтянуться и нет резиночек, то мы можем использовать низкие брусья. Здесь можно взяться с широким хватом, выйти вперед ногами. Да, какой-то комфортный угол. Тело в виде планки. И подтягиваемся вверх. Грудной клеткой касаемся брусьев. Либо узкий хват. И также подтягиваемся вверх. Если у вас нет противопоказаний, таких как травмы и заболевания позвоночника, суставов, связок и мышц, задействованных в движении, то предлагаем вам перейти к следующему упражнению – выпады в прыжке. Мы встаем в позицию выпада и продвигаемся уже небольшими прыжками вперед. Следующее упражнение – отжимания с опорой на возвышенность. Я возьмусь за эти упоры. Выпрямили руки, ровная планка опять. И сколько получится. Можно выполнять отжимания на более высоком уровне опоры. Если на низком, это делать трудно. Если на площадке вообще ничего нет, но есть лавочка, от нее тоже можно отжиматься. Здесь также можно выбрать низкий или более высокий уровень упора. Дальше мы используем скамью для пресса. Женя залезает сюда ногами, цепляется стопами, сгибает больше коленей и аккуратно круглой спиной ложится вниз. Делаем вдох и на выдохе приподнимаем голову, плечи, лопатки, напрягаем пресс и опускаемся вниз. Смотрите, мы поднимаем только верхнюю часть туловища вместе с головой, не поднимаем поясницу. Это более безопасный вариант. Также мы можем использовать наклонную скамью другим способом для тренировки мышц пресса. Мы ложимся головой в верхнюю часть, руками держимся, ноги поднимаем наверх сначала. И затем нам нужно оторвать таз и ноги направить в небо. Затем таз опускаем, ноги же держим вертикально или чуть-чуть совсем опускаем, но не опускаем до конца вниз. Видите, таз отрывается и обратно опускаем медленно. Следующее упражнение – зашагивание на возвышение. Поднимаешь себя вверх, левая может только чуть-чуть коснуться и вниз. Мы еще можем использовать турник либо рукоход, чтобы тренировать хват, опять же, для ваших подтягиваний. Четыре пальца сверху, большой, снизу обнимаем и висим, сколько сможем. Весь этот комплекс упражнений вы выполняете как минимум три или четыре круга. То есть между кругами немножко можно отдохнуть и потом поехали заново. Найдите себе единомышленников, чтобы было комфортнее и веселее заниматься. Выходите на улицу. В городе Щелково очень много площадок, на которых можно провести подобную тренировку. Евгения Корытько, Владислав Реул, Щелковское телевидение.